Жители Бурятии не должны платить за электроэнергию в два раза больше той суммы, которую платит вся страна. Такими словами, открыл сегодняшнее заседание специальный гость из Иркутска Николай Николаев. Напомню, вопрос по уравниванию тарифов с соседними регионами стоит ребром уже много лет. Так, с 1 июля плата за электричество в Иркутской области равна 97 копейкам за киловатт. В Забайкале установлена цена в 2 рубля 76 копеек, в Бурятии же 3 рубля 5 копеек. Нам самое главное, это добиться результата для населения, для жителей Республики Бурятии. А этот результат будет прежде всего, это снижение платы за электроэнергию. Каким образом это будет произведено? Можно много как тонким ценителям формирования тарифов или тонким ценителям вообще как формируется и как работает энергетический рынок. Но людям-то главное не это. Людям главный результат, а именно сколько они, какие суммы они платят из своего кармана за электроэнергию. Тарифы в Бурятии высоки не только для населения, но и для промышленности. По итогам прошлого года плата за электричество для юридических лиц была выше в 2,2 раза, чем в Приангарии и на 50% выше, чем в Забайкале. Вдобавок мы отстаем и по ВВП. Зарабатываем меньше всех, соответственно, меньше можем позволить себе потреблять энергии. Мы подходим к траве противопособного спроса. Дальнейшие эксперименты с этим могут обернуться либо значительным снижением потребления, то есть еще большим свертыванием промышленности и уходом населения на каменный век, отказом от электроэнергетических услуг, что, конечно, сложно, либо другим проблемам. Несмотря на то, что в нашей республике рост тарифов на коммуналку с 1 июля был одним из наименьших по сравнению с другими регионами около 4%, Бурятия сегодня стоит на третьем месте по величине тарифа среди 12 регионов. По мнению экспертов УНФ, ситуация для населения республики никак не изменилась, можно даже сказать ухудшилась. Сегодня затраты одного человека на электроэнергию в Бурятии практически в 5 раз больше, чем в целом по Сибири. Доля прожиточного минимума на душу населения по оплате за электроэнергию в республике составляет 2,76%, тогда как в среднем по СФО она равна 2,13%. Если мы получим снижение тарифа на эти 22,8% и приведем затраты населения в потребительской корзине на электроэнергию хотя бы к среднему уровню, как в Сибири, наш тариф составит 2,356 рубля. Ну, это снижение. И тем не менее он не будет самым низким в Сибири, он будет одним из средних. Активистами ОНФ был подготовлен проект резолюции, в который включен ряд предложений представителям исполнительной и законодательной ветвей республиканской власти. Основные рекомендации – снизить затраты в сетевых компаниях и разработать новую энергетическую политику региона. Александр Иванчиков, Наталья Домбаева, Юрий Шабаганов. Первое. Альтернативное. 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 Альтерна